Получить корову, козу, семена и сельхозтехнику могут бесплатно многодетные семьи. В Крае работают несколько программ, которые поддерживают развитие подсобных хозяйств у тех, кто воспитывает как минимум трех детей. Какие еще есть условия для получения такой помощи, расскажем в нашем следующем сюжете. Я могу в 7 часов одеваться и идти к ней. Веронике всего 6, а хобби у нее совсем не детское. Девочка обожает заниматься домашним хозяйством. Когда взрослые дуют коров, Марту и малышку разрешают их гладить. Ради этого можно и встать пораньше. А по соседству – бычок Ярик. Имя ему придумала сама девочка. Доход с хозяйством многодетной семьи, а у Вероники еще младший брат и сестра, небольшой. Но родителям главное – кормить малышей своими свежими продуктами. Мама научилась готовить творог, сметану и сыр. Мы ездили в санаторий, и они на всю столовую принесли молоко на ужин. И они попробовали. А это что, магазинское, а не коровье? Поэтому как бы, ну, они уже отличают. У семьи были поросята и куры, когда решили завести еще корову и бычков. Их купили как многодетная семья на материальную помощь и по социальному контракту. Дорога ложка к обеду. Ну вот как бы, знаете, одно можно копить потихоньку, деньги там, семейного бюджета откладывать, да. Но сейчас же такое время непростое, и дети, много не накопишь как бы. А вот когда вот такая помощь финансовая, то есть сразу, то тогда уже можно приобрести что-то. Деньги перечислили быстро. Сейчас только отчитываются, что используют их по назначению. Есть еще планы также купить гусей и бройлеров, и не только. Хочу что-то, ну, с мясопереработкой, это что-то колбасное, ну, как бы, тоже по оборудованию, то есть это, ну, очень дорогостоящее. Это если коптильную брать, там, вялочный шкаф, помещение, безусловно, потому что делаю я все это, ну, на своей кухне, и где-то что-то положила. У меня просто пробежало трое детей, и половину уже, что лежало на столе, нет. Чтобы получить такую поддержку, есть три основных условия. Земля находится в личном подсобное хозяйство ЛПХ, а второе – это семья должна быть малообеспеченная, и третье – три ребенка до 18 лет. Ну, если старше 18-ти учатся в школе, то тоже считается ребенок. Потратить эти деньги можно также на корм для животных, семена и сельхозоборудование. Размер такой помощи составляет не более 70 тысяч рублей в год на семью, но при этом есть еще одно условие, что в течение трех лет сумма на одну семью не должна превышать 150 тысяч рублей. На наш взгляд, эта мера поддержки востребована. В прошлом году ею воспользуются более 500 многодетных семей. Написать заявление и получить поддержку в рамках нацпроекта «Демография» можно лично через МФЦ или в отделении соцзащиты по месту жительства. Наталья Архипова, Дмитрий Комаров, Седьмой канал.